Всем привет из самого центра Москвы. Я беседую с Пашей, представителем Молдовы на Евровидении 2012 в Баку, композитором прошлогодней песни Алены Мун «Оммия». Правильно, да? Добро пожаловать в Москву. Паша, скажи, для чего ты приехал? Во-первых, в этот знаменательный период хотелось бы поздравить всех с Пасхой, с святым праздником Пасхой. И пожелать всем вам, и нам с тобой, и оператору теплоты душевной и как можно больше любви. В Москву я приехал, конечно же, тоже за той же любовью, которой мы с Кристиной Скарлат готовы определиться со всей Москвой, со всем миром, на Евровидении, Дании. В Копенгагене. Вот, в общем-то, как-то так. Расскажи, пожалуйста, что нового произошло за этот год? Какие-нибудь музыкальные проекты, новые песни? На самом деле, год был очень богат событиями. Ну, если говорить о каких-то обратной хронологии, то, пожалуй, наиболее знаменательным событием. И то действие, которое занимает большинство моего времени, это, конечно же, Евровидение 2014, проект Кристина Скарлат, на который я потрачу массу своего времени, и в который я истинно верю. И я и патриот, и мне не нравятся эти песни. И, конечно же, я буду предлагать максимум усилий, чтобы Молдова в этом году выступила на очень высоком уровне. Ты поедешь в Копенгаген поддерживать Кристину? Да, я поеду в Копенгаген. Все-таки есть какой-то опыт прошлых лет, и я с большим удовольствием делюсь им, той же логистикой. И, в общем-то, всем. И поедем мы вместе в Копенгаген, да, и максимально, в общем-то, постараемся помочь. А все фанаты Паши, знаете, что Паша будет в Копенгагене? Да, я буду в Копенгагене, да, обязательно. Потуси вместе. Помимо работы, конечно же, я ожидаю от всего Евровидения именно той атмосферы, которую, пожалуй, все фанаты ждут. То есть, что характерно, когда мы думаем на Евровидении, помимо, конечно же, сцены, помимо все, что связано с сценой, это, конечно же, все эти тусовки, все это общение, которое, в общем-то, да, которое так запоминается на Евровидении. Расскажи, пожалуйста, как дела у Алены Мун, прошлогодней участницы от Молдовы, а что нового у нее в творческом плане? Алена снялась в фильме, кстати, в одном. Слово, я тоже снялся, мы в разных фильмах снялись. Этот фильм выйдет в Румынии. Она там играет, в общем-то, себя, звезду. Она член жюри в одном детском конкурсе. Ну, там фильм, в общем-то, будет в румынском прокате в кинотеатрах, насколько я знаю. Вот, премьера будет... Ну, сейчас, кстати, на днях будет премьера. Вот. Помимо этого, мы с Аленой готовим летний хит, который, в общем-то, мы в мае презентуем. Вот у Алены все хорошо. Она с головой, так сказать, ушла в личную жизнь. Пока речь о свадьбе не идет, но, в общем-то, нет-нет, вот-вот. Как-то, я думаю, что не за горами, в общем-то, и свадьба. Будем надеяться. Паша, расскажи, пожалуйста, не планируешь ли ты когда-нибудь снова вернуться на Евровидение, либо в качестве участника, либо в качестве продюсера? Дело в том, что я никогда не уходил никуда с Евровидения. Потому что для того, чтобы быть в этом всем, достаточно просто следить за этим. И, конечно же, на протяжении года я следил за, в общем-то, и национальными отборами, и насчет того, как развивается на национальных и интернациональных уровнях Евровидения. И совершенно не обязательно быть или композитором, автором слов, или продюсером, или исполнителем для того, чтобы, в общем-то, жить Евровидением или болеть им. Так что я не сомневаюсь, что в 2015 году какое-то отношение, как минимум, как на уровне фаната, я однозначно буду участвовать. И это правильно. — Все-таки скучаешь по конкурсу? — Нет, ну... Скучаю, если бы я слишком с ним расставался. Так, по большому счету, и не расставался. Всегда следил за Евровидением. Так что ни о каком расставании речь не идет. — Расскажи, пожалуйста, о Кристине Скорлат. Вы все-таки коллеги по цеху. Как ты можешь оценить ее творчество, когда вы больше знаком с ним? И каковы, на твой взгляд, шансы Кристины на Евровидение в этом году? — На мой взгляд, самой сильной стороны Кристины, конечно же, является ее голос. И да, ее голос. И я абсолютно не поскромничаю, если скажу, что она один из самых сильных женских вокалов этого года. И, в общем-то, мы понимаем, что песня специфичная, песня сложная. Песня ее наверняка оценят очень высоко члены жюри. И с нашей точки зрения, пожалуй, на это не ставить ставки было бы, как минимум, нелогично. Именно поэтому, в общем-то, я не знаю, если у многих Евровидение ассоциируется, может быть, с более ритмической музыкой, более настроенческой, более форматной евровизионской музыкой, то в этом году Молдова, опять-таки, как говорится, если из года в год старается сделать что-то неожиданное, то, на мой взгляд, Кристина очень ярко демонстрирует как раз эти качества молдавские, каждый год удивлять. Вот. И однозначно это будет удивление в хорошую сторону. Я вас уверяю. Будем. По поводу места, вы знаете, ну, я и в прошлом году говорил, и в этом году скажу то же самое, что, пожалуй, для артистов какое-то место не так важно, как место в сердцах телезрителей, зрителей, вот, и их любовь. Это, пожалуй, важнее. Пусть даже и всех, но все равно какие-то поклонники, конечно же, будут, это само собой. И вот последний такой вопрос. В прошлом году мы шутили, что в 2014-м твоя девушка Юлиана поедет на Евровидение, что ты напишешь для нее песню, но едет в итоге Кристина. Ты не написал песню? Ну, видите, мы пошутили, и вот, в общем-то, пошутили, и все. Иногда нужно шутить. Хорошо. А можешь ли ты что-нибудь спеть из своего нового материала? Нет, не могу. Центр Москвы? Не могу, не хочу, я не могу, потому что я еще не выучил слова. Не, шучу, ну, просто не спою, потому что... Ну, я в курсе, что ты очень скромный, очень стеснительный. Да, я постараюсь, да, очень скромный и очень стеснительный. И я постараюсь уже в мае, когда будет подготовлена презентация песни, в общем-то тебе ее спеть. То есть мы можем надеяться, что в Евроклубе, к примеру, в Копенгагене, ты будешь на сцену? Ну, да, я думаю, что можно надеяться. Почему нет? Ну что ж, желаю удачи, творческих успехов, увидимся тогда в Копенгагене. Спасибо. Спасибо огромное. Пока.